12 апреля профессиональный праздник не только для космонавтов, но и для людей, которые обеспечивают безопасность и комфортный полет во Вселенную. Коллектив научно-производственного предприятия «Звезда» устроил в честь Дня космонавтики концерт. На торжественном мероприятии пригласили и нашу съемочную группу. 2 октября и 12 апреля. Две значимые даты для сотрудников Люберецкой звезды. Первое – день рождения научно-производственного предприятия, а второе – то, ради чего оно создавалось. Работа компании направлена на то, чтобы экипажи воздушных суден и космических кораблей возвращались после полетов в целости и сохранности. В День авиации и космонавтики коллектив предприятия вспомнила подвиги коллег, которые первыми в мире открыли путь к звездам. Сейчас сложно представить, как в тех условиях за такое короткое время, без компьютеров, без интернета, без 3D-моделирования, всяких программ, можно было в том корпусе, где у нас находятся третьи-четвертлицы, создать такую удивительную, замечательную технику. На предприятии, история которого началась почти 70 лет назад, сейчас работает более полутора тысяч человек. Для Людмилы Горюхаловой звезда – единственное место работы. Здесь она трудится уже полвека. Я вообще горжусь тем, что я вот столько лет проработала на этом предприятии, никуда не уходила. С удовольствием хожу на работу. До сих пор, конечно, это большой праздник для нас. Я помню вообще, вот в 61-м году, когда полетела Гагарин, это был просто необыкновенный праздник. Знаки отличия за доблестный труд получили 8 сотрудников предприятия. Лучших специалистов отметили также почетными грамотами и благодарственными письмами главы городского округа Люберцы. То, что на территории Люберец, Люберецкого городского округа, в прошлом района, находится замечательное предприятие. Оно эксклюзивное, единичное предприятие «Звезда». Я вам скажу, это гордость Люберец, это гордость нашего Люберецкого края. В адрес коллектива прозвучали слова благодарности и от российского космонавта Александра Лазуткина. Системы, созданные на звезде, неоднократно спасали ему жизнь во время полетов. А его коллега, космонавт-испытатель Владимир Северин, поделился детскими воспоминаниями, связанными с Юрием Гагариным. В 1963 году, тогда мне было 7 лет, мы жили в Жуковском. Как-то я болтаясь во дворе, вижу, въезжает папина Волга, а следом три черных Волги. И выходит папа, а следом Гагарин, Попович, Леонов, Беляев. Меня позвал Гагарин, посадил на коленку к себе и сказал, Вовка, а ты кем хочешь стать? Конечно, что мог сказать мальчик в то время? Космонавт. Но сказал он, будешь. Сотрудники предприятия, в свою очередь, порадовали гостей вокальным исполнением. Некоторые песни собственного сочинения. Научные специалисты показали себя в этот праздничный день с другой творческой стороны. Надежда войну под земной, удача награды засмирилась.